Есть так называемый гибридный автофокус, это вот последнее время, набирает обороты, становится все более популярным, чаще всего используется, он и на зеркальных, и на беззеркальных фотоаппаратах стал появляться, то есть такая гибридная штука. Гибридный автофокус это такая система, в которой фазовые датчики установлены прямо на матрице, то есть часть пикселей, которые у нас есть на матрице, если приглядеться, то есть вот на этой зеленой как раз матрице, видно посередине квадрат такой, он немножко другого тона, чуть поярче, чем вся остальная часть матрицы, соответственно, часть пикселей на этой матрице отводится под фазовые датчики. Там нету датчиков, которые улавливают свет, то есть нету датчиков, которые регистрируют изображение, там стоят фазовые датчики. Ну, получается, некие, конечно, дырочки в изображении, но эти дырочки в изображении уже давным-давно научились хорошо маскировать за счет соседней информации, да, можно замазать эту дырочку и так, что даже никто и не заметит, что там была дырочка. Технология применялась давным-давно еще при, так называемых, горячих пикселях, да, при отключении горячих, то есть если у матрицы выходит какой-то датчик из строя, он становится светиться все время, он становится каким-то одним там цветом, красным, зеленым или синим, да, или каким-то еще комбинацией, да, может не один, несколько выйти. Вот отключают эти датчики, и, соответственно, там получается дырочка в этом зоне, она соседней информации маскируется. Эта технология уже давным-давно отработана, вот сейчас эта технология используется для того, чтобы маскировать фазовые датчики. Вот они установлены прямо на матрице, и у нас получается фазовые датчики и контрастный автофокус, они сразу вместе работают, да, и получается, что попытка объединить уже ежа, да, то есть попытка поженить эти две технологии, получить максимум от этих двух вещей. А вот если посмотреть, как это расположено на экране, вот как правило, вот это с зеленым, это зоны контрастного автофокуса, для удобства процессору тоже делят экран на зоны, чтобы процессор более комфортно мог считать, как раз наведение на резкость, да, и вот это контрастный зеленый. Вот о сенем фазовые, они, как правило, в центре тоже расположены, как вы помните, да, потому что технологии требуют, чтобы высокая светосила и так далее и тому подобное. Это все остается в силе, фазовые датчики расположены в центре. К сожалению, нельзя эти фазовые датчики сделать какими-то очень высококачественными, потому что нельзя слишком разнести, нельзя сделать большой размер этого датчика, какой он внизу. Внизу довольно большого, крупного размера, а на матрице мы не можем себе позволить такие большие дыры оставлять. И поэтому, конечно, датчики фазовые присутствуют на матрице, но они не такие качественные, как могли бы быть, если бы они были бы отдельным элементом. Поэтому в гибридной системе мы решили пойти несколько по другому пути. Первое движение линзы обеспечивают фазовые датчики, которые есть на матрице, прям установлены на матрице. Они прямо говорят, о, линзы надо двинуть срочно вперед или назад фокусироваться, за счет как раз самой технологии фазового автофокуса. Сразу понятно, в какую сторону нужно двигать эти линзы, фокусирующие лучи, проходящие через правую, через левую часть объектива. Вот как раз та самая тема. Они сразу дают команду, первое движение линзы должно быть туда или должно быть сюда. То есть как раз пропадает та самая неприятная ситуация, которая есть у контрастного автофокуса, когда в начале фокусировки система не знает, а в какую сторону нужно двигать линзы. Поэтому первое самое важное движение совершается уже под командой, из-за команды вот именно фазовых датчиков автофокуса. Они говорят, надо двигать туда. Но поскольку они сами все маленького размера, эти датчики, которые установлены прямо на матрице, они не могут обеспечить высокую точность наведения на резкость. После того, как сделано первое движение, дальше уже подхватывает контрастный автофокус, то есть первое движение фазовый, а потом контрастным, маленькое количество итераций, меньше уже быстренько наводится на резкость. И получается плюсы и того, и другого метода сразу в одном флаконе. То есть у нас и нет необходимости юстировать, нет необходимости в зеркалах, нет необходимости сложной технологии, все эти штучки-дрючки, которые есть в зеркальных фотоаппаратах. У нас получается выше скорость, у нас получается более точная работа, нет необходимости юстировать и так далее и тому подобное. То есть плюсы, получается, и стоят с другой системы. Минусы тоже есть, но в принципе пока эта система еще относительно новая, пока она еще только обкатывается, вот еще пока говорить как-то серьезно про плюсы и минусы не приходится, мы видим, что просто работает камера быстрее. То есть мы начинаем фотографировать и она использует вроде бы контрастный метод, но работает быстрее по сути. Продолжение следует...